О том, как любить, сохранять и даже выгодно продавать удивительные старинные арт-объекты, мы поговорим с нашими гостями. Это коллекционер Джеймс Баттервик и галерист Пётр Войс. Доброе утро, господа. Да, Джеймс, хотелось бы, вот, первое, с вас начать, всё-таки, чем удивит салон? Вы прямо из Англии, вот только что, специально для этого события? Ну, специально для этого события, это верно. Но я, честно говоря, пока мало что видел, но то, что видел и то, что меня очень порадовало, это как раз картина Бориса Анисфельда, который на стенде «Галерия Ризи». Вот, на мой взгляд, это вещи высшего качества. Я также видел у некоторых моих коллег тоже вещи 19 века, очень высокого качества, Абазовского, Рейпина, например. И в этом году как раз качество очень высокое. Ну, вас интересует прежде всего 18-19 век? Нет, мне интересует до начала 20 века. Ах, даже до начала 20 века. Ну, а Пётр, всё больше по современности. Вас это может удивить, да, всё? Ну, смотрите, я как бы на этот счёт, да, я поддерживаю Джеймса, что, безусловно, там есть отдельная работа хорошая. Но мне кажется, вот этот салон интересен тем, что появился некий раздел, он, а не всегда специальный раздел есть, появился раздел, посвящённый нашему авангарду военного времени, времени Первой мировой войны. И вот этот авангард, который выставляется сейчас в рамках специального проекта, он очень интересен. А чем объяснить популярность авангарда? Ну, это вопрос очень сложный. Мы как бы с Джеймсом уже обсуждали вот эту историю, почему вдруг популярность до сих пор не падает, держится на высоком уровне. И где-то мы пришли к общему мнению, что какое-то время, всё-таки исходя из нашей истории, вся страна в спящем состоянии находилась по отношению к авангарду. Ну, вспомните, советское время, его вообще не было авангарда. И вот как появились времена, когда открылись возможности для того, чтобы знать историю свою, и искусство видеть своё старое. И вот тогда оказалось, что это очень интересная страница истории нашей. Что же касается вот антиквариата, Джеймс, для вас это всё, мне кажется, это бизнес, в первую очередь. Ну, в первую очередь, да. Прибыльный он? Судя по часам и костюму, Джеймс, там бизнес очень хороший. Хотел скромничать в такое время утра. Но на самом деле, конечно, это очень прибыльный бизнес. Нечего отрицать. Но мы тоже с Петром на эту тему разговаривали до эфира. Это безумно интересный бизнес. Это в первую очередь, скорее всего, это любовь. Потому что это любовь и страсть. Мы видим предмет, от которого, например, мы не можем отказаться. Или что-то есть в этом предмете, которое нас так сильно трогает, что у нас некие эмоции. Но это нестабильный бизнес всё-таки. Нестабильный бизнес. Но это как любой рынок, она шатает. Бывают моменты, когда все хотят покупать. А можете назвать цифру, вот, к примеру, за месяц, сколько удавалось заработать? Это очень, Илья, это очень тактичный вопрос. Но, тем не менее, хочется узнать, чем это неинтересно. Ну, хорошо, если откровенничать. Но было месяца, когда я продал вещи на несколько миллионов долларов. Были времена, когда я вообще ничего не продал. Я чем-то другим занимался, например. Например, раскрутка художника или какое-то исследование. На самом-то деле, я сейчас, я уже месяц, ну, полтора не продал ни одну картину. Это немножко специально, потому что я стал заниматься раскруткой одного художника. Поэтому о нестабильности и говорим, собственно. Ну, всё. Вы коллекционер, вы ещё дилер, да, иностранец. Пожалуй, единственный на российском рынке, который занимается русским искусством. Вы гарантируете подлинность, да? Гарантирую подлинность. Вот это провинанс картины, её досье. Ваше имя, это уже гарант. Ну, я надеюсь, что моё имя имеет какой-то вес. А вот скажите, вы определяете подлинность картины как? Вы доверяете себе? Или же это вот... Как наши русские требуют? Вашего слова одного достаточно, или же это кей-пак? Ну, я уже пишу свои собственные гарантии в писанном виде. То есть, вот какими... Что я гарантирую? Я гарантирую, раз, провинанс, который важнейшее слово, особенно касается русской... Досье картины. Кстати, у Петра есть большое преимущество. Он занимается искусством живых художников. В основном тех художников, которые у меня в коллекции, и их уже нет на сети. Провинанс, выставочные истории. И потом моё слово, моя репутация. И когда люди у меня покупают, они всё-таки покупают и мой опыт. То есть опыт уже 30 лет работы на этом рынке. Кстати, я не единственный иностранец, который работает. Уже сейчас... Нет, почему? Если есть другие коллеги. Просто я единственный член вот этой организации, международной конфедерации арт-дилеров в России и СНГ. Но вам-то легче. Вы-то, можно сказать, по наследству получили вот эту вот любовь к искусству, наверное. А другие тоже получили по наследству здесь, в России. Есть люди, дилеры, которые тоже из таких семи коллекционеров, например. Есть такие... У меня, конечно, были преимущества, что мы... Вот в нашей семье всегда был антиквариат. Это нечего скрывать. Но мы с Петром на эту тему разговаривали, что здесь безумно интересно. То, что есть здесь, у нас его нет. Это вот такой живой, намного жёстче здесь. Ну, с другой стороны, намного интереснее. Пётр, ну вот много ли в Москве можно посетить каких-то таких вот именно вообще выставок и посмотреть настоящий антиквариат различных веков? Это ведь не так много, на самом деле. Я скажу, что очень много салонов в Москве. И вот сравнивать с другими странами, я не во всех, конечно, был в странах, но в тех странах, где я бываю, я могу сказать, что мы как бы по количеству салонов не уступаем. Не уступаем другим странам, потому что действительно, Джеймс сказал, это выгодное дело. Выгодное дело. Антиквариат – это уже признанные вещи, а на признанных вещах можно заработать. Заработать очень хорошо. На каких примерах? Ну, можно купить какую-то вещь неожиданного художника, если ты в курсе событий, в курсе истории искусства. Можно купить какую-то вещь, допустим, какого-то, ну, того же Древина там, да, авангардиста нашего. Вот сейчас много Древина вышло на рынок в связи с известными всем событиями. Купить очень дешево и продать его на аукционе, аукционные продажи. Они как бы идут очень активно. И продать очень дорого, продать очень дорого. И Джеймс знает такие случаи, когда вот и вот, разница, большая-большая дельта. Купил, кажется, по дешевке. Да. Действительно ли вот такая вот сказка и чудо возможна? Джеймс. Ну, я, честно говоря, Леннон, я не верю в чудеса, но все равно Петр прав, что бывают такие случаи. Редко, редко, редко. У меня такой случай был очень давно, когда я купил автопотрет в рубле. И я не знал, что это автопотрет. Я знал, что это в рубльню. Я не знал, что это автопотрет. Большой, маленький. Маленький. Всего 20 на 20. Все равно, все равно в рубль. Круглая вещь. И его узнал Александр Волков, сын известного авангардиста, как раз, который нашел его вот в газете 24-го года. Вот это было чудо. Но таких случаев очень мало. Кстати, можно и продаваться с потерями. Я что-то продал на прошлом году с большим потерями. Поэтому тоже так и бывает. Бывает, бывает. А скажите, есть ли какая-то, ну что ли, мода на какие-то определенные направления? В частности, говорим об искусстве. Что можете сказать по наблюдениям своим? Народу что сейчас нравится? Березки, пейзажи, как было раньше? Либо же отходим. Вот авангардично. Я вам могу вот на этот счет ответить, Джимс. Не знаю, вы поддержите меня или нет. Что все-таки по большей части наш антикварный рынок, он замкнут вот именно на березки, на пейзажа. И у нас самыми популярными художниками, самыми продаваемыми являются Айвазовский, Шишкин. И есть такой художник, художник Юрий Клевер. Есть такой. Клевер. Это фабрика была Клевера. Он самый, наверное, Клевер, если по общему объему, самый продаваемый. Фамилия обязывает. Но с точки зрения искусства и того времени, и нашего, это все-таки не совсем тот уровень, который отражает всю историю развития искусства. Авангард, конечно, это намного интереснее. Вот именно, говорить о салоне сегодняшнем, 36-й салон, который открывается, именно изюминка в том, что очень много авангарда. И к авангарду нужно еще народу нашему привыкать, и покупателю нашему нужно привыкать. Ну и вкус развивать, соответственно. Вкус, безусловно. Все равно есть очень утонченный коллекционер. Вы правы, конечно, но что есть некий склонность к березкам и к красивому пейзажу, но все равно есть утонченная коллекция. Здесь сформируется. Джеймс, а все-таки что есть вообще антиквариат? Какие вещи достойны быть признанными именно антиквариатом? Это обязательно какой-то век? Это какая-то особенность этой вещи? Чем старше, тем лучше. Нет, нет, нет. Как понять, что это антиквариат, а вот это вот нет? Ну, как определить? Определить по датам, может быть. То есть это время, прежде всего? Это время, прежде всего, самой коммерческой картины сегодняшнего дня, как ни странно, на западном рынке, это современное искусство и начало 20 века. Но начало 20 века всегда будет востребовано. Потому что это просто развитие всей мировой культуры, в том числе в России, особенно в России. Вы можете похвастаться вот какой-нибудь коллекцией, которую у вас... Которую я создал или которая у меня есть? Которую у вас есть в наличии, не проданную. Ну, я могу... Для души, которой, может быть, вы не расстанетесь. С удовольствием готовы пиарить то, что есть. Но сейчас я, например, занимаюсь работой одного художника. По тему он как раз украинец. Александр Богомазов, который, на мой взгляд, один из очень недооцененных художников 20 века. Фантастический кубу-футюрист. Он малоизвестный пока. Он малоизвестный, да. И вот на нем можно делать как раз дельту большую. Скажите, вот фильм, я недавно посмотрела, «Джеффри Раш. Лучшее предложение». Как раз-таки о людях, которые... Человек, который был коллекционером, который собирал искусство. Вот такая очень хорошая картина. И вот этот образ, который собран, да. То есть человек... Очень такой потрясающая история его жизненная. Вот мне хотелось спросить. Вот люди, дилеры, которые приходят в эту профессию. Можно ли вот так с кондачка, что называется, из любопытства. Вот пришел человек и сразу стал таким авторитетным. Возможно ли, Джеффри? Петр, вы, наверное, со мной сорвались, что есть такие люди. Опыт — это главное. Ну, мы знаем, оба знаем у нас общих знакомых, которые просто являются просто талантливыми людьми, которые умеют продавать, оценить сразу. Но что касается антиквариат, это сразу не бывает. Чтобы человек стал экспертом в течение, скажем, два года. Так не бывает. Ну, сегодня-то на салон отправляетесь? Он сегодня открывает. Да, сегодня старсует. Я приглашаю вас. Вы, смотрите, LifeNews сближает. Джеймс и Петр уйдут с нашей программой вместе, отправляются на салон. К сожалению, у нас мало времени. Напоминаем всем, что с сегодняшнего дня стартует антикварный российский салон. Продлится он до 6 апреля. А у нас в гостях был коллекционер Джеймс Баттервик и галерист Петр Войс. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интересно. Никуда не уходите, бодрого пробуждения.